Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, приветствую вас в 72-м уроке видеокурса уникальные виджеты Adobe Muse. В этом уроке я хочу вам показать виджет анимированная кнопка. У этого виджета очень много всяких эффектов. Вот сейчас я вам сделал несколько эффектов демонстрации данной кнопочки. Я посчитал, что это очень интересный виджет с интересными эффектами, поэтому я сейчас по нему даю урок. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Когда вы установите виджеты, откроете папочку, здесь вы видите два виджета, две кнопки. Они практически у нас одинаковые. Давайте вытянем обе на холст и я вам покажу в чем разница. Если мы посмотрим, здесь есть ряд настроек и в этой части виджета у нас то же самое, только разница здесь в анимационных эффектах. Я не знаю, почему не сделали это все в один виджет. В общем, вот здесь есть поле эффект. Здесь у нас три эффекта. Причем во второй части виджета там больше эффектов и они другие. Давайте посмотрим. Вот вы видите их тут гораздо больше. Так как этот виджет, часть виджета мне кажется более интересной, здесь больше эффектов, поэтому мы его и будем рассматривать. А этот я уберу. Если мы посмотрим сейчас, как выглядит виджет, он выглядит вот такого цвета и вот с таким эффектом. Давайте попробуем его изменить. Итак, вот эта часть опций, это у нас отвечает за заливку нашей кнопки, как в спокойном состоянии, так и при наведении. Итак, первая опция, это у нас как раз таки вы видите желтая, это заливка. Меняем цвет на свой. Ниже опасти, это прозрачность. То есть мы можем сделать вот это состояние, обычное состояние кнопки менее прозрачным. То есть единица, это значит у нас кнопка непрозрачная. Если мы начнем вот так стрелку убавлять, то у нас будет прозрачность. И обратите внимание, здесь есть вот еще есть ховер опасти, это значит при наведении. То есть при наведении мы можем оставить, чтобы кнопку была не прозрачная. Или вы хотите, чтобы она была также прозрачная, так же здесь это управляется. И ховер бэкграунд, это значит заливка при наведении. Я выбираю какой-то свой цвет. Вот эти опции, они относятся именно к рамке. У нас там есть рамка у кнопочки. Ее видно, она красного цвета. Здесь мы меняем цвет рамки на свой. При наведении рамка, то есть какого цвета ей быть, также меняем здесь. Border Size – это размер рамки. В пикселях можно увеличить или уменьшить. Также можно даже сделать прозрачность самой рамки. И Radius – это скругление кнопки. Можно тоже сделать. И дальше самое интересное – это анимационный эффект у кнопки. Я не буду сейчас вам здесь пробегаться. Здесь вы уже сможете без меня подобрать какой-то интересный эффект. Дальше на кнопку можно повесить ссылку. Что это за кнопка без ссылки, да? Вот здесь вы удаляете адрес и вешаете свою кнопку. Текст на кнопке. Я напишу демо. Сейчас прямо в реальном времени на холсте мы можем видеть все изменения. Дальше вы видите там демо у нас красного цвета. Это как раз таки ниже. Текст Color. Выбираем свой. При наведении также можно менять текст. То есть цвет текста. Выбираем здесь. Size – это размер шрифта кнопки. То есть размер наших букв. Вот можем сделать, например, 30. Сейчас вы видите, что у нас буквы будут крупнее. Вот, вы это видите. Дальше из списка можно выбрать шрифт для текста на кнопке. Вот эти опции – это у нас отвечает за тень. Тень у кнопки. Если мы снимем галочку вот здесь, то все вот эти опции станут недоступны и тень отключается. Дальше вы сможете назначить цвет тени. Опасите – это, ну, понятно, прозрачность тени. Блюр – это размытие тени. Ну и, в принципе, здесь у нас вы просто можете поиграться, посмотреть. То есть вот есть вот это, например, это отступ тени слева направо и так далее. Просто здесь поиграйтесь, посмотрите, как ведет себя тень. Вот, в принципе, и все настроечки этого удивительного виджета кнопки. На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok